Крым Крым Всего пара продолжительных репетиций и звуки флейты в исполнении музыкантов из разных уголков земного шара гармонично сливаются в унисон. Для молодой крымчанки Дарьи Тагировой советы азиатского маэстро Пака бесценны. Опыт успешного тандема, организованного за день, доказывает – музыка не знает языкового барьера. Пак Тихвана закончил Барижскую консерваторию по классу флейты. И, конечно, французская школа очень сильно отличается от русской школы. Если у французов на первом месте это певучий сиплаз, то русские привыкли больше техники и меньше музыкальности. И поэтому у нас возникли некоторые трудности, но благодаря помощи Пак Тихвана у нас получился прекрасный тандем. Сам Пак Тихван в рамках крымского тура впервые выступил в необычных условиях дикой природы. Концерт в мраморной пещере, уже в который раз хит летнего сезона в Крыму, позволил корейскому музыканту извлечь из флейты доселе неслыханные звуки. Корея – пещеры у подножия горы, а на этот раз впервые, чтобы проникнуть вглубь, пришлось взбираться на вершину. Это влияет и на звучание музыки. Это традиции европейской академической музыки, плюс это взаимопроникновение культуры. Восточно-азиатская культура и европейские традиции культуры. И вот это взаимопроникновение именно культуры и дало те произведения, которые мы сегодня и услышали. То есть, действительно, музыка очень интересная, она дает и колорит. То есть, это музыка та, которая будет играться по себе всегда. Первой скрипкой музыкального вечера во всех смыслах стала юная Татьяна Фоменкова. Девочке всего 12, но она уже сейчас одна из главных крымских талантов. Именно эта скрипачка покорила членов экспертной комиссии в рамках прослушивания крымских детей. Она удостоилась гран-при фестиваля и отправится шлифовать музыкальное мастерство в Южную Корею. Благодаря сотрудничеству России с колледжем Нам Йонг. Что касается будущего фестиваля в Крыму, он, встреченный здесь овациями, будет жить и впредь зажигая. Новые звезды. Тарас Брезицкий, Артур Добряков. Курмановостей и ТВ.